Александр Харьков Александр Харьков Он мне вчера звонил, мы с ним поговорили, я, честно говоря, не поверил, я думал, меня кто-то разыгрывает. Вот, я говорю, где-то минут 10 я с ним говорил, и у меня все 10 минут даже были сомнения. Для того, чтобы удостовериться, что это не розыгрыш, пришлось дождаться окончания тренировки. И вот, пожалуйста, свитер в руках нового владельца. В придачу еще одна клюшка от Николая Жердева. Можете представить себе чувство Александра. А тут еще и нежданно-негаданно выпадает возможность обсудить ощущения с Петрисом Скудрой. Впечатлен от того, как спонтанно все получилось. И что хотел, то и получилось. Теперь тогда надо осталось, чтобы что хотел Николай, чтобы забивать и дальше пройти в следующий круг. Представили, это тогда у меня получится и не переживается. Так всегда было, и надеюсь, что всегда так будет, что профессиональные спортсмены, не только хоккеисты будут делать такие вещи. Это важные моменты по жизни. И вообще, когда есть возможность дарить радость болельщикам, детям, ребятам с ограниченными возможностями. Это всегда очень позитивно для всех, и для спортсменов, и для ребят. Раскрывают ли это игроков перед вами, как и по-новому, может быть, такие поступки? Или вы знаете в них эти качества? Нет, я прекрасно знаю, какие ребята у нас в команде. Я уже давно говорил, что мы их набираем не только по хоккейным, а, скажем так, меркам, да, но и по-человеческим. И я знаю, что у нас в команде есть все они ребята с доброй душой и сердцем. Мы в любой момент готовы уделить свое время, общение, чтобы дарить радость. Это и есть смысл, в принципе, я считаю, это одна такая серьезная сторона профессионального спорта. Уже в свитере Александр поприветствовал каждого уходящего солдата-торпедовца и пожелал удачи на выезде. И каждый из игроков поприветствовал своего болельщика. Продолжение следует...